Сегодня вместе с вами переживать за команду в Сея Руси в ручном мяче будут Надежда Муравьева и Артем Шмельков. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Действительно, будем переживать. Ну и самое главное, я, в следующем случае, буду переживать за то, чтобы сборная России смогла показать то, чему она уже научилась, то, какими элементами она уже овладела, потому что со сборной Франции немножко не смогли проявить все, что накопили за этот турнир, ну а, собственно, сегодня сделать это самое время. У нас стартовый состав Ярослава Фролова впервые на чемпионате вышла в стартовом составе в центре. Анастасия Ларионова в линию там заходит, поменялись местами полусредний и центральный. Елена Михаличенко выдает классную передачу в центре, и Анастасия Ларионова, собственно, также классно ее вылавливает. Вот это движение, о котором говорила я чуть выше, вот как раз-таки оно и сработало. Все хорошо пока у нас на стартовых минутах, и в стартовом составе по краям не успели мы увидеть, скажем, чуть позже. Ну а пока Елена Михаличенко, первый ее бросок с 7-метровой отметки, забивает она гол и открывает счет в этой встрече. У Лены, кстати, да, все так же перемотано бедром, ну и понятно, что никто не будет себя жалеть в сегодняшнем матче. Несмотря ни на что, будут давать все силы, понятно это всем. Ну и понятно, что Россия сегодня все как один у экранов матч ТВ, все переживают за наших девушек. Так и будет, так и должно быть. В центре обороны у сборной России Елена Михаличенко и Анастасия Ларионова. Ну и пошла гулять норвежская атака, пас в линию, и там Анастасия Ларионова отлично, отлично реагирует. Ну и, собственно, мы видим тут же реакцию главного тренера. Анастасия Ларионова, давайте не будем забывать, замечательный и линейный, прежде всего, игрок, но и умелый, умелый во всех смыслах игрок на площадке игрока. Ух ты, очень здорово. Девчонки прочитали комбинацию, прочитали то движение, куда оно будет выполнено, но видно, что ждали этого прохода и очень четко сработали вдвоем. Итак, наш стартовый состав. Неожиданно, наверное, Ярослава Фролова играет в розыгрыше. Игрок скамейки, по ходу всего чемпионата, ну, по большей части. Антонина Скоробогатченко, номер 39, правый полусредний, Елена Михайличенко, уже отличившаяся с пенальти. Вот она с мячом на левом полусреднем, пас в линию на Анастасию Ларионову, и норвежские этот пас смахнули. Шикарный пас в отрыв, но и по линии Каплиной не удается зацепить мяч, который в наши ворота отправляет 20-й номер Марит Якобсен. Правая крайняя, она бежит в отрывы прекрасно, не хуже Юлии Моногаровой, но еще, к тому же, она и довольно часто, ну, если не в сборной, то в клубе в своем бросает пенальти. Я тут смотрю и могу, конечно, ошибаться, но вот вряд ли. Там в составе как раз делегации, которая болеет за сборную Норвегии, перемещается по всем городам и весям за своей командой. Есть еще те болельщики, которые приезжали еще на турниры, которые мы играли вместе, а это классное движение. Антонин Скоробогаченко прошла всю зону и слева полуследнего забивает этот мяч. Вот эта широта движения, в какой-то момент застоприлась такая игра со сборной Франции. А пока две атаки широкие, размашистые, можно так сказать, и хорошие мячи забивает наша команда. Стины Брэда Лофта дал Вероника Кристиансен и Нура Мерк. Классическое сочетание уже 10 лет неразлучно, ну, за исключением, конечно же, пережитых травм, это задняя линия норвежской команды. Ну и атака с левого края здорово отведено до края теперь левого. Мы помним, в отрыве отличилась Марит Яковсен угловой правой, ну и вот левый край Санна Сульберг забивает счет 2-2. Сразу поменялись Ярослава Фролова, Елена Михаличенко, Лена остается в центре, там разочек уже смахнули передачу в линию. Ну и, кстати, норвежки в своих интервью, тренерский штаб и игроки отмечали, что команда России, как и мы, отмечаем здесь. И, переживая за нашу команду, вариативно достаточно играют в нападении, это одна из опасностей для сборной Норвегии. Ну а скорости, на которых норвежки могут играть, это, конечно, их сильный козырь. Да, сбегали уже два раза, шансов не оставили, это снова Марит Яковсен. Наверное, сенсация, по большому счету, что не играет Камила Хэром с первых минут. Ну, лучший бомбардир команды на турнире, Санна Сульберг, она в стартовом составе, она на позиции второй. Сейчас Юлия Моногарова, но с одной стороны, наверное, лезет на рожон, с другой провоцирует соперника на фол. И мы видим, что сфалила Марен Ордаль. Да, ну и еще, помимо прочего, Артем, достаточно активно после свистка, вот после розыгрыша мяча, норвежки начинают выдвигаться на игроков задней линии. К тому же интервью и к тем же замечаниям по поводу нашей команды, они говорили о том, что очень мощная задняя линия у сборной России и выходит высоко. Юлия Моногарова, конечно, старается немножко опустить их своими входами, опустить их движение к шестиметровой отметке, где более вольготно как раз-таки себя могут чувствовать игроки задней линии. Елена Михайловиченко сейчас поднималась на атаку, но и на нее сделали дальний выход. Там при входе ошибается, да, по-моему, кто-то на линию наступил. Анастасия Лорионова немножко увлеклась. Ну и арбитры показали довольно красноречиво, что ошиблась наша линейная. По-прежнему ничего не изменилось со старта турнира. Анастасия Лорионова как была, так и остается единственной номинальной линейной. Надеждой и опорой с толпом не только обороны, но и действий в атаке на позиции линейной. Нура Мёрк. Сумасшедшая левая рука Нуры. Огромное количество операций, причем на обоих коленях. Человек-глыба просто-напросто. Девятый номер правой полусредней норвежской сборной. Вероника Кристианссон номер четвертый и Стине Бредл Офтедал. Передача в линию. Вот этого ни в коем случае не должна допускать. Все та же Анастасия Лорионова. Да, ну а здесь все сделано максимально четко, наиграно. И Кари, братцы, дали. 32 медали. Но нет, это в будущем. Заранее бы, да, немножко линии не дать занять позицию. Но так как норвежки очень быстро играют и уходят в полусредние достаточно быстро, там Анастасия Лорионова не успела этого сделать. Ну а пока мы начинаем стремительно. Елена Михаличенко там прошла пару защитников. Но здесь Сольбель встречает ее. Посмотрите, сколько красивых лиц в кадре. Наши это понятно. Но ведь норвежские лица мы тоже должны успевать разглядеть. Очень, очень сильный, но прямо во вратаря бросок Елены Михаличенко. Она начинала чемпионат с повреждением локтя. Об этом, конечно же, не писалось, не говорилось. Потому что, ну зачем козыри лишние соперникам давать? А теперь мы видим, у нее перемотано бедро. То есть повреждена то ли передняя, то ли задняя поверхность бедра. И явно совершенно функционал, пусть и не толчковой ноги, но все равно уменьшен. Да, это бросок Дали. Карри, братцы, Дали. И сейв Сильи Сульберг. Напомню, что сестры-близняшки в составе Санна Сульберг-Исаксон и Сильи Сульберг, которые так же, как и все остальные игроки-основы, прошли уже все, что можно. Выиграли и чемпионаты мира, и чемпионаты Европы. Только не побеждали на Олимпиаде. А почему не побеждали? Потому что дважды подряд в 16-м и 21-м годах на пути вставала сборная России. Надежно и уверенно. Ярослава Фролова с позиции левой полусредней вколачивает мяч наш номинальный разыгрывающий. Ну, очень классно еще перевела сам бросок. Там вроде видно было, где Ярослава Фролова окажется, в каком месте. Но вот этот перевод в последней фазе, конечно, помог Ясе забить. Хороший мяч. 5-3. Ну, и норвежки не смогли свой быстрый переход, ну, естественно, после забитого мяча организовать. Расставляются они позиционно. Но Румерк была в центре. Ну, и сейчас пока вот вопрос по смене наших игроков в центральной зоне. Там Офты далее отрывает от линейного Анастасию Ларионову. И снова наши два игрока в центре расходятся. Ну, а стяжка дорабатывают до левого крайнего игрока норвежки. И оттуда уже второй мяч забивают. 8,5 минут сыграно. Довольно серьезные скорости. Ну, и пока мы видим, норвежки двукратное преимущество в счете имеют. Ничего страшного. Игра только началась. Ни в коем случае не унывать. И вам, болельщикам в том числе. Михаиличенко, Скоробогаченко. Смещение в центр. Здорово сопровождает ее. И шикарно находит Михаиличенко и Ларионову. Миха на Ларика, да, как они, наверное, сейчас там перемигнулись. Друг друга порадовали. Четвертый мяч российской сборной получился классным игровым. А это уже ответ норвежской сборной. И здесь Полина Каплина. Грудью парирует этот мяч. У ближней штанги наш вратарь. Полин меняется, да. Мощный действительно получился бросок. Именно поэтому, да, мы так отреагировали. Там не было той красоты и мягкости на силу. Пробивали норвежки. Но мы пока начинаем вот это широкое движение. Потому что силовая борьба, конечно, немножко сбивает то, на что настроена сборная России. Елена Михаиличенко там, именуя блок, именуя занятую позицию Сульберг, забивает в ближний угол. И уже только мяч преимущества норвежской команды. Блок нам помогает, вне всяких сомнений, двойной блок, который не помогает норвежкам. Но это было чуть раньше. Перехват Вероники Кристиансен и бросок мимо Полины Каплиной. Десять минут ровно сыграно. Вот видите, как все стремительно меняется. Два подряд забили, уже легче дышать. Антонина Скоробогаченко, желтая карточка, да, прихватила Тоня с горяча. Не обожглась, правда. Там сердце Северных гор в глазах Вероники Кристиансен. Тоня классно сработала, захватила Кристиансен руками, но и потом не оставила. Так этот момент ногами там доработала. Умничка Тоня. Но нам осталось просто чуть компактнее сыграть в защите. Вот сейчас два игрока сразу успевают сомкнуться в центре против Офт и Даль. Заступила, да, Ясян. Конечно, хотелось бы без двух минут обойтись, но Ярослав Трофилов удаляется на две минуты. Да, первое удаление в сегодняшнем матче. Первое удаление в сегодняшнем матче. И Семерик в исполнении сумасшедшей левой руки. Нора Мерк, 7-5. Да, вот этот низкий центр тяжести, вот эта балансировка на опорной ноге, ну и бросает так, что мяч не разглядеть. Кстати, на турнире у норвежек три исполнительницы из семиметровых. Это Нора Мерк, Вероника Кристиансен и Хенни. Рейста, а ее, вот эту молодую звездочку, мы на площадке пока не видели. Екатерина Ильина тем временем у нашей команды оказывается на площадке. И вот играют наши с Михаличенко, Скоробогатченко и Ильиной. Пожалуй, самое наигранное сочетание задней линии Екатерина Ильина решает сходу взять на себя. Ну и, может быть, это не самое выдержанное, самое продуманное решение. Но это все еще от большого желания, но вообще, если анализировать то, что произошло за эти 12 минут в игре, во всяком случае, в позиции у сборной России, все, что было после движения исполнено, было сложно, конечно, для норвежек, и принесло нам мячи, а вот то, что после контакта, после индивидуальных действий пытаются наши гонбалистки исполнить, конечно, сложновато. Ну и еще, помимо прочего, учтем, что на такие действия силы много тратят наши гонбалистки. Стяжка, и там можно было даже где-то рискнуть. Тоня Скоробогатченко могла выходить на перехват, пока немножко осторожней, чем присматриваемся к норвежкам. Ну и скорости, конечно, они показывают такие, что сложно было здесь быстро успеть. Да, и снова плюс 3 не в нашу пользу. Плюс 3 у Норвегии. Екатерина Ильина, Елена Михаличенко, Антонина Скоробогатченко. От них сейчас зависит, в каком направлении, в каком. Да, 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 все правильно. Полина Горшкова понимала, что мяч уже за лицевой линией, ну и потрогала его только потому, чтобы не позволить Силье Сульберг начать быструю атаку своей команды. Норвежки это сверхвысокие скорости, ну а здесь просто за счет роста. Карри, братцы, далее вылавливает эту передачу, которая еще и с рикошетом от пальчиков, длинных пальцев Анастасии Ларионовой пришли. Да, ну в общем, вы все видели. Но там не достать, конечно, правильно ты Артем говоришь по росту, там не достать игрока, если он у тебя мощнее или выше, надо сбивать его позицию, пока с этим не справляемся. Получение мяча, она занимает позицию, стыньте ее с места, не можешь задеть позицию, скидывай ее в зону, ясно? Нападение, поменяйтесь местами, михаш, скотто, начинайте датскую с этой стороны и пойдем, Ларик, ставьте здесь на столбонот, ясно? Да, да, красно-синий, пока самый сильный. Норвежский этот флаг. Да, и вот такие мячи у нас тоже летят, но пока еще не с такой интенсивностью, как у норвежской команды. Но это, конечно, украшение первых минут матча, бросок с такой сумасшедшей подкруткой от Санны Сульберг-Исаксон. Итак, 5-9 уступает сборная России, нам напоминают, что три последних мяча забросила команда соперниц, было 6-5. Антонина Скоробогатченко, Елена Михаличенко, Екатерина Ильина в угол на Моногарову. Михаличенко, Ильина обратно. Михаличенко обыгрывает и левой рукой Лена отдает Анастасия Илларионова. Но, собственно, пока по нападению тем же оружием, каким и пользуются норвежки, может быть, мы пока уступаем, да, в быстрых отрывах и в этих переходах. Но вот в центральной зоне мучаем норвежек примерно так же, как они, нас в ответ. Здесь связка Михаличенко и Леонова на старте первого тайма отлично действует. Полина Горшкова, ей досталось немного по лицу, но Полина так поморщилась, показывая свое небольшое недовольство судьям. Судьи, напомню, сегодня из Германии. Судьи достаточно молодые на этом уровне. Это отнюдь не чета нашей паре Виктория Алпаидзе, Татьяна Березкина. И посмотрите, здесь немного рекламная наклейка пострадала. Нужно это, конечно, немедленно сейчас поправить, потому что это чревато травмами. Зацепиться, не дай бог, голеностопом, вот краешком обуви игровой, и это все может закончиться плачевно. Но и вот эмоции, эмоции наставников Торир Хергейрсон и Людмила Валерьевна Бодниева. И посмотрите, посмотрите, вот это сердце Северных гор. Троица сидит, у всех глаза синее синего. По губам читается, о чем просят Людмила Бодниева. Сама понимает, насколько эффективно сейчас линейный игрок у норвежек играет в центре. И там, конечно, вот эта обойди линию звучала и в перерыве, и здесь на повторе мы это видели. Хотелось бы, конечно, чтобы с этим мы справились. Камила Херем, о которой говорил Артем, да, пока действительно не выходит. Сидит и Малин Ауне, сидит и Вильде Ингстад. Такое ощущение, что всех самых красивых посадили на лавку норвежцы. Почему? А, а это рысь Лола, посмотрите, это талисман чемпионата мира, развлекает болельщиков. Команды там, шведы сидят, они не случайно забрели на гандбол, потому что следующим заходом, последним четвертьфиналом играют Швеция и Франция. Но пока нам это не интересно, пока середина первого тайма, пенальти. Защита в площади ворот, пострадала Антонина Скоробогатченко. Она, да, она ставила корпус на пути Веронике Кристианцем, ну а та, знаете, как в футболе вратарь выходит, свой чужой на дороге не стой. Вот она так колено и выставила. Анастасия Лагина, она заменила Полину Каплину. И попыталась, да, здесь зацепить мяч, но бросок действительно был хорош по исполнению. А я обращаю внимание, вот, что матчи немецкой бундеслиги, что вот здесь вот на количество фанатов, которые приехали из норвежцев болеть, все-таки возраст фанатов и болельщиков в Европе разнится с тем, какой у нас в России. Прямо вот сплошь такие в возрасте приехали люди поддерживать свою команду. Антонин Скоробогатченко, несмотря на то, что был высокий выход, как классно справилась с этим броском. И быстрый, да, быстрее не придумать ответ, и эта связка уже как минимум в третий раз работает. Стин и Офтедал, и линия Кари братцы дали. Ну вот, собственно, три или четыре раза они провзаимодействовали, и это и есть разница в счете. Да-да, пока никак мы не закроем, не перекроем эту жилу результативную. Ну вот, по этим первым минутам видно, что норвежки в каждый момент получения мяча навязывают борьбу сборной России. Вот здесь даже Лена подходит, там и в предыдущем моменте, и здесь сразу активно выходят. Мы в этом компоненте пока проигрываем, пока Людмила Бодниева не докричалась до гонболистов. И в тот момент борьбы мы постоянно упускаем в первом тайме. Хотя, кстати, не так много времени прошло, всего 16 минут, а событиями наполнен, конечно, по полной этот отрезок. Екатерина Ильина в центре. Все Анастасии Лыреновой там не дают зайти, всех заталкивают в зону. Но как раз-таки это то, о чем просят Людмила Бодниева. А пока там происходила борьба с двумя линейными. Антонин Скоробогаченко второй подряд, Артем. Не ошибусь я? И три из трех в матче. Посмотрите, бросок из-за девяти метров толкается и идеально попадает на неудобной для вратарской ноги высоте. Да, просто остается в недвижимом положении Сильи Сульберг, вратарь высочайшего уровня. Вот, началась борьба. Настя Иларионова, да, хоть и проиграла там, но это было эффективно. Здесь сразу потеря от норвежих. Ну и, кстати, если говорить про психологическую составляющую, конечно, всегда легче, если волнуешься. А волнуйся сейчас, я уверен, в обе стороны. Там Катю Ильину, кстати. Опрокинули. Опрокинули, да, оставили без замечания арбитры этот момент. Так вот, чем больше борьбы сам навяжешь соперникам, тем больше сходит это напряжение. И вот хочется отсюда послать пожелание по защите обязательно ее навязывать. Сейчас хоть и сумбурно вышли, хоть было движение такое достаточно хаотичное, но все-таки норвежки немножко потерялись. Да, и опять поторопилась Ильина. Ну, а нарушение, может, было, может, не было. Ну, тут, конечно, как всегда. Но усмотрение суда. Молчу. Про судей сегодня только в крайнем случае. Появилась на площадке Карина Сабирова. Она заменяет весь турнир, по сути дела, в линии Анастасии Ларионова. Когда та устает, когда той нужно дать паузу, когда та удалена. Но и, к сожалению, потеря еще одного российской команды. Елена Михайличенко не сумела короткий пас обработать. Ну, тут даже не поймешь, чего больше. Брака при обработке или неточности паса. Ну, здесь Артем. Я, может, конечно, по заезженным рельсам. Но здесь больше вот этого борьбы, которую норвежки навязывают. Там выходили на Лену Михайличенко. Сразу двое. Ей это не позволило обработать мяч. Ну, а здесь снова третий раз. Отсюда Сульберг забивает. Классный угол. Здесь, конечно, нечего предъявить Анастасии Лагиной. Если вы не смотрели чемпионат мира до сегодняшнего дня, то наверняка вы сейчас удивлены, почему норвежки выигрывают так уже много, казалось бы, четыре мяча, а лица у них по-прежнему столь серьезные. Они просто помнят, с кем они играют сегодня. Поэтому концентрацию сохраняют. Поэтому у условной, ну хорошо, Швеции, они выигрывали бы или у Нидерландов четыре мяча, они бы уже бегали и улыбались бы от трибуны. А сейчас пока хмурятся эти представительницы древних народов Северной Европы. Анастасия. Нет, Анастасия не вернулась. Карина Сабирова по-прежнему играет в линии. Ну как сложно было Юре Моногаровой, там не сразу она получила мяч. Сначала подпрыгнул он, но и Юля разобралась там, да, с шагами. Классный мяч, важный, забивает. 12-9. Ну а мы все ждем, ждем, да. Хоть мы и применили здесь, конечно, такое определение сумбурности, но в защите чуть больше навязывать борьбы норвежкам. В центре все так же стоит линейный. Ну и понятно, что все так же здесь будет начата комбинация. Но почему мы ее очередной раз запускаем, Насте Лагину, я понимаю. Там, конечно, не самая приятная ситуация, когда по центру так близко оказывается линейный. Да. Можно заранее это делать, заранее ее сбивать. Ну а какой умный пас там, мы, наверное, должны признать. Вот Стина Офта дал. Между ног Карине Сабировой, просто вот как шар в Лузову в бильярде. Ну и не ошибается с 7 метров Нуромерк. Вот стараемся, стараемся. Выходим, ну, по крайней мере, стремимся выйти на свой максимум. А все, минус 3, минус 4. Больше 20 минут сыграно. Екатерина Ильина продолжает разыгрывать атаку нашей команды. Карина Сабирова, вот ей бы почувствовать, потолкаться бы там, как она умеет. Но, опять же, мы не будем забывать, что она вынужденно играет в линии. А Екатерина Ильина у нее пока, пока не летит. Снова и снова не летит. Ну и была установка наверняка останавливать быстрые отрывы норвежих. Там Катерина в центре попыталась это сделать. Ну и здесь также клубнокровно переводят на левый край. Ну и Сульбек без промахов сегодня реализовала все свои попытки. А как набежала Офтедал? Это же просто вихрь. Даже стремительная Моногарова не успела ничего сделать. С таким набеганием и пасом на край. Минус 5 впервые в матче. Ну, можно сказать, что начинается заключительный отрезок первого тайма. Нужно, конечно, нужно подравниваться. Потому что если 5 мы проиграем за первый тайм, но это будет почти критично. Юлия! Ла-ла-бомба! Если кто забыл! Моногарова! Просто чуть посмелее. Все в наших руках. А смелости одной Моногаровой достаточно, чтобы их удивить? Нет, недостаточно. Потому что немножко, я говорю, опять сами как будто себя немножко побаиваемся. Понятно, что сборной России еще надо понять свои силы. Но уже все в руках у девчонок. Надо просто действовать просто немножко по-раскрепощеннее. Ну и в защите как там? По-лучше защите, пошире в атаке. Ну это понятно, это шутка. Но по-раскрепощеннее в атаке точно действовать можно. И Юлия Моногарова, собственно, своим примером сейчас показала, как это могло бы выглядеть. Вероника Никитина появляется. Не успели мы отметить ее выход. Полина Каплина меняется с Анастасией Лагиной. Уже вторая замена. То есть обратное возвращение Полины Каплиной, которая игру начинала в стартовом составе. Но и Нора Мерк как из автомата строчит свои пенальти. За весь чемпионат у нее было 9 бросков и 6 забитых. Ну а здесь она за еще даже не полный тайм 4, по-моему, пенальти реализовала. Да, причем вратари у нас поменялись, а Нора Мерк свой бросок не меняла. Хеню Элла Рейстарт появляется на площадке. Второй номер. Сейчас она вторым защитником обороняется в этой конструкции 6-0 норвежской обороны. Никитина. И еще одна ошибка. Еще одна ошибка на ровном месте засуетилась. Потерялась. Вероника Никитина. Норвежки набегают. Остановить нужно этот 9-й вал. И не получается. И они бегут. И только хладнокровие. Не, не получается, Артем. Но вот сейчас Юлия Моногарова как раз-таки навязала борьбу. Норвежки, кстати, то же самое делают. Устанавливают в быстром отрыве. И эту передачу было сложно делать. А в итоге кто спас команду? Анастасия Лагин. Да, я согласна. Но я просто имею в виду, здесь не было сбит немножко вот это общее набегание норвежек. Если мы не начнем действовать так, то будут большие сложности у нас. У обоих ворот нужно начать. И у своих, и у чужих. А вот если у своих уже что-то получается, у чужих по-прежнему пока очень мало что. И смотрите, здесь тоже замена. Уже играла некоторое время Кенниэл Рейстадт. Вышла теперь и Эмили Арнсен. Ну а атакует беспощадная Нура Мерк. Которая, ну, может себе представить, как переживала. Хотя нет, наверное, представить невозможно. Даже заслуженному мастеру спорта Надежде Муравьевой. Как переживала Нура Мерк свою вторую подряд неудачу против россиянок на Олимпиаде. Но это все было. Полуфинал. Повторение Рио случилось. И норвежки снова остались без олимпийского золота. Без олимпийского золота этого поколения. Сабирова. Лезет Карина Сабирова на амбразуру. И, ну, вынуждает, по сути дела, арбитров дать свисток на гонбольный пенальти. Ну, это, конечно, не олимпийские игры, но, если говорить о Нуре Морке, у нее была травма в тот момент, когда ее команда завоевала золото. Ну, а потом для нее были две олимпиады с бронзой. Ну, и, конечно, там было одно из интервью в Бронзовете. Не хочется. Екатерина Ильина забивает свой мяч. Причем там Сольберг пыталась угадать угол, который будет Катя забивать. Но та выждала паузу хорошую и забивает этот мяч. Норвежки немного сместили, ну, и, во-первых, поменяли линейного, сместили его из центра. Снова эта позиция, и там уже вышедшая на замену Ирина Корнеева как раз-таки с этой борьбой справляется. И вот он, Артем, я, если честно, действительно много событий. Я не помню, первый ли это отрыв нашей команды. Но он был как раз-таки организован за счет того, что вот здесь эта борьба наконец-таки случилась. Карина Сабирова подобрала тот мяч, который Ирина Корнеева смахнула. И первый отрыв, ну, ну, заглядение, понятно, Людмила Боднеева довольна. Потому что все эти 25 минут как раз этого она и ждала. Ирина Корнеева, она подключилась к команде, знаем мы, недавно. Вот здесь снова пыталась, да, она то же самое сделать. Но ничего, следующий раз получится. Немножко до мяча не дотянулось, но, во всяком случае, движение снова было верным. А это сработала сменщица, забивавшая нам вначале Карри Братца Даля. Вильде Ингстадт. Игрок, который в сборной достаточно давно, но никогда она не имела постоянного места в этой обойме. Сейчас Вильде Ингстадт играет вместе с Эмили Арнсен. Два фактурных игрока в центре обороны. Нет. Ингстадт отступает и в центре Марен Ордаль. Ольга Щербак. Бесстрашный наш боец, да, как всегда бесстрашно. Мне кажется, ей бы пошел шлем, как у Петра Чеха, помните? Мне кажется, Оле, знаешь, пошло бы. Зоны, куда она заныривает все время. Если там, как любят же моему делать вот эти спортивные бассейны, там на реставре, что Оля прям заныривает туда, очень самоотверженно. Это сейчас помогает нам удалить норвежих. Ну и хорошо, что сохраняем мы здесь мяч в центре. Поборолась за него Анастасия Иларионова. Сабирова. Пас на край тяжелый, но Моногарова выловила. Сабирова. Сама Карина. Ух ты, молодец, Карина. Очень здорово сыграла. Вот кто нырнул. Паузы. Ну, собственно, схожие были. Моменты. Пенальти зарабатывает, вымучивает в какой-то степени Карина Сабирова. Но здесь было очень здорово придумано. Прежде всего, нашей Астраханкой, которая сейчас выступает за ЦСКА. Ну, а это вот звезда во всех смыслах сборной России и ЦСКА Екатерина Ильина. А против нее кто? Мяч в воротах. Екатерина Ильина против Катрин Лунде. Легенда из легенд вратарского искусства. И помните их бесконечные дуэли на 7 метрах в Рио. Это навсегда. Мне кажется, Катрин Лунде, ну, понятное дело, что она это тоже помнит. Сейчас видел в конце эмоции. Я знаю. В конце эмоции ее не смогла она зацепить этот мяч. Арнцем. Нур-Умерк пытается ей противостоять Полина Горшкова, но это никакая нет. Ух ты. Ну, вот интересно, как здесь разберутся, да, судьи. Легко разобрались. Ну, Полина, кстати, молодец, что не стала вот этот прямой толчок делать. Мне кажется, здесь надо было быстро принять решение, потому что уже в контакт пошла, но вместе упала. Хорошо, что не максимальное, да, наказание для нашей команды. 7 метров нас начали. Да, мы видели этот контакт. И штанга. Подбор, подбор. Неумолимый Нур-Умерк. И снова плюс 5 у схватившейся мертвой хваткой своей беспощадной у норвежской команды. Полина Горшкова. Ай, Полина, ай, браво. О, она обозлилась за тот эпизод. Да, ей выписали 7 метров, но не случилось удаления. И посмотрите, прошла незамеченной. Просочилась Полина Горшкова. Ольга Щербак сейчас пытается своим выходом, да, немножко сузить атаку норвежек, но они сразу находят бросок в центре Рейстер. Забивает. И если Ольга там, да, свою функцию выполнила, в центре не успели просто выйти. Кенню Рейстер. Да. Совсем недавно заявила о себе в полный голос. Это было два года назад ровно на чемпионате мира. Ну и затем были те самые разочаровывающие Олимпийские игры. И снова, снова здорово. Но не в плане командной игры, а в плане индивидуальных совершений. Там Полина Горшкова, где-то здесь еще кто-то. Ну а теперь Карина Сабирова. Последняя минута тайма. Наверняка еще будет возможность атаковать у наших. А пока норвежки. Мерк. Рейстер. Махнула Арнсен, вернула в центр. И здорово здесь Вероника Никитина. И перехват. Это игра классная. Классно действовали все трое, кто выходили на норвежек. Ух, жалко в этом отрыве. Очень красиво все смотрелось. Но во всяком случае в этом компоненте в защите было здорово сыграно. И синхронно по движению берет таймаут Торир. Осталось только забить в таком командном переходе. Моногарова паузу сделала. Все. И Полина повисела. Но зачем же ее перебрасывать-то это усилие Сульбе? Забей с мясом вратаря. И все. Субтитры добавил DimaTorzok Да, там в зале весело, YMCA, знаменитый нетленный диско-хит 50-х годов и 17 секунд на атаку. Нура Мёрт, Эмили Арнсен и Хэньо Элла Рейстад должны решить, а мы должны им помешать. Идёт, обыгрывает Рейстад на край, и мяч потерян. Не будет у нас броска, ну и ладно, пусть будет так, пока. 19-15 преимущество сборной Норвегии над командой России в этом сверхпринципиальном четвертьфинальном матче чемпионата мира. Перерыв, как всегда, в Гонголе, как и всё в Гонголе, будет стремительно. Второй тайм суперпротивостояние Норвегия-Россия, Россия-Норвегия. Четвертьфинал чемпионата мира среди женщин по Гонголу. Ручной мяч летает над столицей Каталонии, ну точнее по её границе. Гранольерс в этом пригороде определяется очередной чемпион мира на этой неделе в женском Гонголе. Финал в воскресенье, ну а сегодня завершается четвертьфинальная стадия. И мы с вами свидетелями являемся по-прежнему третьего по счёту четвертьфинального матча. Россия уступает команде Норвегии в четыре мяча 15-19. Да, вот она, смотрите, вымазанная мастикой рука. Но эти глаза, в которых, как вы понимаете, можно утонуть, не приходя в сознание. Антонина Скоробогатченко, один из лучших забойщиков первого тайма, по крайней мере, в нашей сборной. Точно у неё летело лучше всех в задней линии. Что касается норвежской команды, то прежде всего, наверное, нужно избавляться от вот этой выжигающей, беспощадной связки, разыгрывающей линейной или там любой из полусредних линейной. Что нам пока сделать не удаётся. Помимо того, что забивала и Карри, и братцы Дали, однажды Вильде Ингстадт, ещё и проходящие передачи в эту самую линию провоцировали неоднократно на нарушения, которые карались семиметровыми. Итак, четыре мяча сборная России проигрывает. На всё про всё 30 игровых минут. Надежда Муравьёва после... эээ, не последняя. Но главная надежда у микрофона прямо сейчас. Не так высок процент надёжности наших вратарей, но если брать те отрезки, где сборная России играла активно, вот как сейчас продолжает играть уже в центре обороны Милана Таженова. Там, где были активные выходы, помогало это нашим вратарям справляться. Сейчас очередной мяч, к сожалению, забит. Но на эту борьбу мы рассчитываем, что она всё-таки будет. Нора Мёркутис, конечно, безжалостно к нашей команде настраивается по-особенному. Мне кажется, кому угодно может она забить немного, но это не касается тех матчей, которые она проводит с нашей командой. Здесь тоже можно, конечно, найти противоядие. Пока на остром углу Ольга Фомина, они по тайму привычно на этом чемпионате проводят время. Юлия Многарова и Ольга Фомина. Да, и Оля в первой же своей попытке реализует бросок. Да, это важно, забить в первой же своей атаке. И это делает капитан команды, что, возможно, символично для всех нас. Диагональ шикарная. Марит Якобсен выловила мяч. Дальше мяч гуляет. Но посмотрите, он летает. Но я не знаю, как в мужском гонболе. Посмотрите, как они передают мяч, когда нужно разогнать атаку. Нур Мёрк, Вероника Кристианссон и Стине Бредл Офтедал. Та самая неутомимая троица по добыванию трофеев для сборной Норвегии. Какой мяч оставляют для Нуры. И классно реагирует наш блок. Это было сделать сложно. Командное набегание Антонина немножко затормозило в нерешительности. Здорово. И забить мяч в воротах. Какая Милана умничка. Там активно на нее выходили. Но она чувствовала, что уже выходит защитник. И заранее стала себя укрывать. И мяч укрывать для передачи. Но здесь траектория, конечно, какая-то феноменальная вышла. Елена Михаличенко оставила этот блок. Шикарно. Потому что после короткого скреста бросала Нур Мёрк. И наткнулась на этот блок. Но сложно. Сложно было его действительно выставить. И наши в этом плане большие молодцы. Отстояли и забили. Вот что нужно прямо сейчас. Формула успеха. Ну мы перестроились в защите. После перерыва сразу несколько игроков высоко выходили. Но здесь после этого активного выхода отступать точно не стоит. Карина Сабирова в предыдущей встрече со сборной Франции, кстати, активно провела свою работу в центре обороны. И здесь можно это все перенести. И на эту встречу тоже Карина присмотрится. Мы уверены к игре в центре. И сыграет чуть более агрессивно. А пока Елена Михаличенко в центре. Разменялась она с Кариной Сабировой. Ольга Щербак тоже сейчас в центре. Антонина Скорбогаченко на место правой полусредней. Ольга Щербак не надеется здесь. Остается она в линии. Ее как раз таки выталкивают. Но этот бросок не подготовлен. Ввиду того, что никто из игроков под позицию Антонина Скорбогаченко не создавал ситуации. Там и Олю еще выдавили. Можно было подождать. С этой атакой Анастасия Лагина забирает этот мяч. Но мы ошибаемся, к сожалению. Торопливая и очень поспешная была передача. Молодец какая Анастасия Лагина вот здесь. А что дальше было не так с передачей? Этого нам не покажут. Но в общем мяч буквально сзади на спину опустился. Кому? Карине Сабировой, по-моему. Да, Карина там не успевала развернуться. Чтобы получить этот мяч. Можно было выждать небольшую паузу. Оф ты дал. И перехват. Милана Таженова шикарно снова играет в защите. Ольга Фомина. Может быть слишком много видения. И какая молодец Нур-Эмёрк. Она избавила свою команду от, казалось бы, уже неминуемого гола. Я все-таки вернусь, Артем, к этой защите, которую мы произвели. За счет чего мяч забрали. Это снова был активный выход. Классный. Ну и не надо с ними стесняться. С этими выходами. Мне кажется, 100% этих моментов у нас получились. Да, где-то потеряли мяч, как в предыдущем, когда поторопились с передачей. Но в остальном это приносит результат. Ольга Щербак на позиции левый полусредний. Настоящий универсал. Вообще-то она в ладе, да и в сборной по большей части. Все-таки игрок правый полусредний. Но сейчас вот она оказывается на левом полусреднем. А в центре наш умничка универсал Елена Михайличенко. Наша умничка, конечно. Карина Сабирова в центре остается. Вместе с ней заходит, ну да, так, эпизодический Ольга Щербак. Но вот этого командного движения чуть не хватало нам в первом тайме. Сейчас видно, что стараются привнести его в нападение игроки сборной России. И Лена широко там хорошо уходила. Карину Сабирову, кстати, можно было там увидеть для передачи. Но надежно сыграли снова на правый край. И Ольга Фомина 2 из 2 забивает в начале второго тайма. 21-18. Но если добавить сюда все той же защиты, от которой мы сегодня много говорим, ну здесь пора. Можно сравнять игру. Лена Михайличенко из центра убегала. И, наконец-таки, остановила. Казалось бы, но румер, который остановить сегодня будет невозможно. Движение без мяча хорошее. И здесь атаковали сзади Елена Михайличенко. Артем, я согласна с твоими действиями, но это как Юлия Маркова сейчас действует. У меня никаких действий. У меня одно немое возмущение. Вообще, что происходит? Можно узнать? Первая на мяче Елена Михайличенко. Почему этот момент нам не показывают? Вот здесь шикарно Михайличенко сыграла в обороне. Ну а дальше испанские режиссеры, наверное, сказали, что мы не успеваем дать еще один повтор и играем дальше. Большое спасибо. 21-18 на табло. Вот оно, это движение. Карин Сабирова высоко из центра вышла. И за ней Карин Сабировой, да, там уже надо опускаться, чтобы помогать. Сразу выходит Елена Михайличенко. И тоже неплохо. Хорошо. Пусть полежит. Остудится немножко. Главное, что нет пенальти. Вероника Кристианцем. Артем, ну вот по таким тонким штрижкам, по тому, как Елену Михайличенко встречали, видно, что сегодня арбитры дают вот эти жесткие контакты. В какой-то из игр я сейчас не вспомню. Мы не стали пользоваться тем, как работает судейская пара. На это же тоже нужно обращать внимание. Раздают играть в таких контактах. Нужно этим пользоваться. И здесь, Артем, обрати внимание, не дают, не останавливают игру. Собственно, надо поймать этот темп и скорости. Классный Милан Таженова действует. Милана увидела окошко. Очень спокойно, кстати, распорядилась мячом. Хотя она в атаке не так много участия принимает. Не только в этой игре, но в принципе в матче. Но холоднокровие ее сейчас завидно, скажем. Хороший, очень хороший отрезок проводит сборная России. Милана Таженова заставляет Хергейерсона взять тайм-аут. Прикки бытер. Тешение его и не wishing чтобы показаны. potion difference в отрезок. А утрекий口. Бубенчики или фонарики норвежские Немного мастики На пластыре И вот, да, маникюр Слегка изящный Зимний рождественский Слегка концы чемпионата уже Покоцаны Отросшие, да, уже Пора девушкам посетить салоны Но не важно, нам сейчас Самое интересное Представляют гонбалистки обеих команд Ну и мы подчеркнем Что Людмила Бодниева в перерыве Добилась от команды Того, что было запрошено в тайме первым Активная защита Работает, главное не отступает Чуть-чуть не везет Анастасии Лагиной Хорошо там сопровождали Этот бросок И Настя, было видно, что готова дотянуться до мяча Но траектория, как и в бросках Антонина Скоробогатченко Была настолько выверена Что не случился этот сейф Ольга Щербак Антонина Скоробогатченко Елена Михаличенко Гоняют мяч по задней линии Ольга теперь снова на правом полусреднем Тоня, какой пас Где мяч? Разрешите спросить, узнать В ближней девятке Юлия Маркова Две атаки Хладнокровно Наша команда Вот теперь такое ощущение, что нащупала свою игру Умеет пользоваться Всем практически, что есть в их арсенале Ну и хотелось бы это сохранить Юлия Маркова Здесь нужно в первую очередь Сохранить мяч в этой атаке Два мяча всего лишь остается Вот норвежского преимущества Шикарный пас Тони Посмотрите И в ближнюю девятку Кому? Катрин Лунде Давайте так Антон Николаевич Еревенко С днем рождения Вы Два года Давали работу Одному из лучших вратарей мира Катрин Лунде Она немножко поиграла в Ростове Не доиграла до тех трофеев На которые рассчитывала И поехала дальше Но Антон Ай-яй-яй Прости, Артем Антон Ревенко Продолжил свою работу В ростовском клубе И честь ему и хвала Как лучшему менеджеру Всея Руси в гонболе Ростов-Дон Представлен изрядно В сборной России И мы еще поиграем Здесь нестандартно И норвежки сыграли Если первый тайм И начало второго Они играли Стационарно своим линейным Здесь уже движение добавили Не ожидали наши Девчонки этого А здесь обидный перехват И наведение Стин и Офты дал Не сразу она с этим ведением справилась Но затем Все сделал очень уверенно Сейчас на месте бы тренера Надежда Муравьева Запросила бы тайм-аут Там звучит свисток Но по-моему это пока еще не сирена Все-таки о тайм-ауте Людмилы Бодниевой Один на один Стине Забивает Переигрывает Анастасию Лагину 20-24 Снова откатывается на 4 мяча Преимущество сборная Норвегия Рефери Опрокидывает Ольгу Щербак Она делает глазки Я не знаю что Строит глазки Бровки домиком Ольга Щербак Снова разгоняет Атаку нашей команды Ну и норвежки тоже Активно играют Но я еще раз повторюсь Что Жесткой борьбы Не избежать сегодня И намекают Скажем так На нее Рефери Надо в нее ввязываться Пять мячей Возвращают норвежки Преимущество себе Катрин Лунде Вот человек Которая решала Решает И Возможно решит Сегодняшний матч Катрин Лунде 41 год Помните накануне 42-летняя Сильвия Навар-Рахимена С воротах сборной Испании Чуть-чуть помогла Своей коллеге По амплуа Мерседес Кастельянос И Испания На домашнем чемпионате мира В полуфинале Вот после этого Сейва Катрин Лунде Сборная Норвегии Значительно приблизилась К своей цели Вновь реваншироваться Перед Россией За Драму Олимпийского Полуфинала Пенальти В ворота сборной России И Людмила Бодниева Возможно понимает Что с таймаутом Она немножко затянула Нура Мерк Беспощадная Неумолимая Нура Вечер перестает Быть томным Ни одного сейва Да не дала она сделать Сегодня нашим Голкиперам Семиметровой отметки Один раз попала в штангу Но тут же добила Нура Мерк Восьмой мяч Из десяти попыток Вот так играет Лидер Больше даже чем Десятилетия последнего В норвежской команде Ну а настройки Первого и второго тайма Его начало Еще можно вернуть К команде Там действительно хорошо Начала наша сборная играть Но здесь за майку Конечно совсем таскает Михаличенко Я конечно понимаю Что грубым Контактным Контакт гандбол Может быть Но здесь уже За правилами Действует норвежки Мне кажется Уже здесь Эмоции Но я повторюсь Что то как Начала сборная Эту игру Еще вернуть Можно Здесь без помощи Линейных Осталась Елена Михаличенко Некому было В этой ситуации Ей мяч И сбрасывать Сбрасывать Бросок в прыжке Резкий выход Помешали наши Проатаковать Рейстат Набегание Ильиной Легкие Широкие шаги Екатерины Ильиной Мяч уже здесь На 9 метрах Давайте поиграем Давайте успокоимся Девушки Скорбогаченко Тоня Где бросок Броска нет Ух ты Там казалось бы Совсем сложно Даже придумать Бросок Который Мяч Облетит Лунде Но нашла Лазейку Юлия Маркова Да Мяч попадает В ребро Штанги Посмотрите Какой эффектный Бросок С отклонением И Пенальти Вот Екатерина Ильиной На линии Остается Лунде Не удается Взять ей этот пенальти Максимально точно По-моему Рикошетом от штанги Вколачивает мяч Екатерина Ильина Точно Блистательно Все Прочитала Лунде Но только не отскок От штанги 26-21 Ровно 15 минут Играть До конца Основного времени Мы по-прежнему Уверим Что это Только 60 минут Основного времени И будет еще Овертайм Минус 5 У сборной России Карина Сабирова И Елена Михаличенко В центре обороны Пенальти будет Пенальти будет Неумолимо назначен Немецкой бригадой Арбитров Карри братцы Дали Не поспоришь Да И вот этот Норвежский Командный Слаженный Клич Ну и Палач Наш сегодняшний Наших сегодняшних Надежд Нуромерк 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 Номерк Номерк Девятый мяч Сборной Норвегии Нет Ну и конечно Девятый мяч Девятого номера С 11 попыток Посмотрите Что она делает Ну достаточно уже Хватит Хватит That's quite enough Абсолютно верно Людмил Бодниева Берет тайм-аут Здесь мяч И сюда уходишь Все чтобы Не сюда выходишь А здесь стоишь Чтобы сюда Постраховывать Линию оставляешь Черну Ясно? Дев На победу Эй Давай Девочки Показывает Людмила Бодниева Что там была Пробежка А Торир Хергейсон Показывает Что все спокойно И уверенно Да Действительно Пока все идет По намеченному Норвегии Пути Шесть мячей Это слишком много Для 15 минут игры Для равных соперников Нужны только Радикальные изменения Нужна Маленькая революция Внутри этого матча Вероника Никитина Она на позиции Левой полусредней После тайм-аута Ильина Ильина В линию И не точный пас В линию Потому что Карина Сабирова В этой стойке Не была готова К передаче Ну и здесь Урабатывает Карина соперницу Тут же Извиняется Поднимает И в общем Понимает Что здесь могли И на 2 минуты Ее сразу устроить Мне кажется Должны были Дать 2 минуты немки Но они кажется Их не дали Все таки дали Карина Сабирова Присаживается На скамейку И мы остаемся В меньшинстве Имея Минус 6 От соперника Пока мы не в центре обороны И не в линии Во втором тайме Не увидели Ирину Корнееву Хотя Комсовка первого тайма В защите Хорошо получалось у нее Но здесь норвежки Конечно Уже Куражится Мне кажется Даже не сильно Они там Разгоняя свою атаку Точно действуют Но мы еще вспомним Да Что в меньшинстве Мы сейчас играем И там Такой угол С которого Полина Каплина Не смогла Зацепиться Переходим мы в атаку Мы переходим Анастасия Илларионова Да Вернулась Илларионова Спустя бог знает Сколько времени Непонятно Почему она столько Отдыхала Минус 7 У сборной России Наверное Уже Можно говорить о том Что сборная России Ну по крайней мере Три четверти матча Проиграла абсолютно По делу И честно говоря Как и в матче С командой Франции Не видно ресурса За счет которого Мы можем этот Ход поединка Переломить Но может быть Здесь в конце Уже не видно Потому что Одной защитой Здесь не обойдешься Здесь надо Добывать Догонять Разницу мячей А вот Тот элемент Который хорошо У сборной России Получался Собственно Его конечно Мы увидели ярко Все понятно Все понятно Это не Екатерина Это не Екатерина Ильина мажет Это Катрин Лунды Отражает Блистательно Пенальти Нашего Казалось бы Неумолимого Пенальтиста Если у них Нур-Мёрк Так и не дрогнуло Ни разу У нас Кто-то дрогнул По разу Где-то как-то Нур-Мёрк Не отступает Здесь да Можно ввязаться Еще в эту борьбу Там не было свистка Не говорила он о том Что мяч в норвежах Но здесь уже Остается он у них Да Спорная ситуация Но посмотрите Что делает Карри Братца Дали Она уже Казалось бы Потеряв контроль Над мячом Все равно Его прижала К полу И норвежки Продолжат атаковать Как это не Сложно признавать Вот сейчас Мы видим Многое в глазах У Людмилы Валерьевны Подниевой Сегодня Сборная России Не готова Обыгрывать Эту сверхдержаву Мы тоже Сверхдержава Но просто Слишком сильно Поменялись Радикализировались В плане Молодежного Вектора После Олимпийских игр В Токио А там Напомню Норвегия Чуть-чуть Пониже Сборной России Финишировала Ну здесь уже Понятно Эмоции Нашей команды Расстроились Тут Уже Сбились Совсем Индивидуально Игру Вероника Никитина За Екатерина Скорбогаченко Надеется Не на что Но и Сразу Немедленно Опровергает Эту мысль Комментатора Вероника Никитина Ее сольный номер Вы все видели Вероника Никитина Остается Защищаться Второй Но Людмила Баднеева Решает Перестроить Защиту Милана Таженова Которая На позиции Второй Защищалась Большую часть Времени Сейчас Выдвигается Активно 5-1 Там бы Не пропустить Да Вот этот вход Не оставить Его без внимания Милана Таженова Можно уже Идти в контакт С Норой Мерко Останется Наверное Милана Чуть повнимательнее Но еще и второй Игрок Который был Мог выйти Анастасия Леонова Не успела Там дотянуться До руки Рейстад Расстреливают Нас Теперь уже Из 9 метров Вероника Никитина Екатерина Ильина И мощнейшая Та самая 39-я Гвардейская Город-герой Волгоград Антонина Скоробогатченко Напоминает О своей Страшной Пушке В том числе И Катрин Лунде На самом деле Именно она Своим выходом Во втором тайме Похоронила Надежды Сборной России Вот так бывает 41-летний Вратарь На этом уровне Хоронит Надежды 20-22-летних Гонболисток В команде Соперниц Это гонбол Удается от нее Отбить мяч Но в предыдущий момент Хотелось бы Оставить Все-таки Хоть осталось всего 10 минут играть Хотелось бы оставить Эту агрессию в защите Милан Таженова Сейчас может здесь Погонять Защитниц Как классно она это делает И самой можно бежать В атаку Но это конечно Исполнило Милана С 10 метров Толкнулась Забила мяч Там действительно Не было больше У Милана Таженовой Шагов Ведения Она Не стала его делать Но это очень Дальняя дистанция Конечно Показала что умеет 30-25 Меньше 10 минут Играть В этом Четвертьфинальном матче Сборная Норвегии Широко расставляется Немножко потягивает Время Когда это нужно И перехват Не потерять Концентрацию Я Не перестаю Говорить о том Что это работает Против норвежек Милана Таженова Сейчас классно Отгоняла игроков Неужели здесь Не две минуты Нет не две минуты Это Это европейское судейство Давайте так Не судей Сегодня конечно Обыгрывают сборную России Но Здесь удалять можно было Марит Якобсен Пусть она там и Снисходительно улыбалась Катрин Лунде Катрин Лунде Спокойно кроет Ближний угол Чуть понадежнее Надо сыграть Сейчас в атаке Ну а в защите Собственно продолжат Эти активные выходы Екатерина Ильина Начинает Командное взаимодействие Перемещается Карина Сабирова Там под второго И вот командные действия Как раз таки Лучше у нас получается Другой вопрос Что Перекладина Встает На пути Этого мощного броска Эксирина Ильиной А Перекладина Как известно Руки вратаря Милан Таженова В центре Два перехвата Напомню Мы сделали За счет такой игры В защите Две минуты Там просит Нор и Мертв Но это конечно Момент совсем не тот Когда Юля Маркова Обыгрывала Вырывая мяч У норвежек Было нарушение Было Поэтому Девять метров Разыграют норвежки Кари братцы Дали Участницы этого эпизода Уже держат мяч На девятиметровом Пунктире Площадка Снова сухая Этот пот Борьбы И Стремление Преодолеть Самих себя И Одолеть соперниц Его нет больше На Тарафлексе Офтедал До конца Играть надо Милань Таженова И сразу помогать Второму партнеру Вот как было В этой ситуации Все здорово Сыграно Милана Милана снова Активничает А это прорыв Стины Дредал Офтедал Десятый номер Все последние Десять лет В сборной Норвегии Артем Ну а Ирина Корнеева Мы все-таки Так и не увидели Во втором тайме В линии А в первом Атаки Да И в первом тоже Но в первом она хотя бы Вышла в защите Видимо сложно ей Все-таки Физически играть Но как раз таки Этого игрока не хватает Юлия Моногарова Посмотрите Вот это экспрессия Украинская экспрессия Юлии Моногаровой Наверное самое время Напомнить что Вскоре После Олимпийского отбора 2016 года К играм В Рио Юлии Моногаровой Торжественно был Вручен Российский паспорт И эта Украинская Суперзвезда Стала россиянкой Теперь уж Будем надеяться Навсегда Ну собственно В сборной У нее другого выбора Уже быть не может По определению Елена Михайличенко Вот она Наша Прекрасная Блонди Русая коса Лена Михайличенко Город Автоград Тольятти Если кто забыл Перехват Юлии Марковой Едва не случился Но едва не считается Классно Классно Доигрывают Норвежки Они переигрывают Нас В концовке Это факт И с этим Просто Нужно нам Дальше жить Сборная России По всей видимости Пролетает Мимо Четверки Сильнейших Чемпионата мира Пять с половиной минут Играть В основном Времени Этого матча Шесть мячей За это время Забить Это Это подвиг Но и для этого Еще двигаться надо быстро А наши Кажется К этому Уже не готовы Ильина Скорбогатченко Ильина Сабирова Скорбогатченко Михайличенко Ильина Мяч гуляет Хорошо А где бросок Броска нет Точнее Он есть И очень даже Уверены Юлия Маркова Сегодня нас удивляла Неоднократно И снова Забивает Левое крайне Столичного ЦСКА Шикарно Повисела Успела Подумать И обыграть Никого-нибудь А Катрин Лунде Да Юлия Маркова Сегодня действительно Надежно И в защите И в нападении Отрабатывает Мелантаженова Высоко там Погнала Норумерк В центр На игроков Ну надо До конца Начатое делать В каждой Атаке Норвежек Каждый раз Атаковать Рейст Сейчас довела Мяч Слишком большая Подушка безопасности Шикарный блок Карри Братцет Понимает Елена Михайличенко Что и у нее И у Екатерины Ильиной Ну и по большому счету Даже у Антонина Скоробогаченко Сегодня не полетела Так как Хотелось бы Для нас В идеале Но стоит признать Да Что вторая половина Второго тайма Сумбурно Абсолютно Прошла Для сборной России Стройности Конечно По строению Не было Нащупывала Наша команда Вот эту активную игру Но до конца Собственно И в ней Не смогла Реализоваться Но атака Была Наверное К атаке Больше подходит Что очень сумбурно Во втором тайме И конечно Выровнять игру Это не позволило Нашей команде Ну ромерк Ну и да Собственно За исключением Хенни Хеннио Элле Рейстад Сейчас Как будто специально Так вот На бис Выходит стартовый состав Отдыхает Стин и Бреда Лофта Дал десятка В розыгрыше Все остальные игроки Стартового состава Норвежский сбор Они теперь Просто поиграют Вот так Например И если бы не Полина Каплина То конечно Снова преимущество Норвежской сборной Было бы плюс пять Скоробогатченко Ильина Сражаются Видно наши До последнего Не опускают рук Сражается и Катрин Лунде А там Забирает мяч В самом углу площадки Марит Якобсен Катрин Лунде Это просто божество В воротах Запомните пожалуйста Раз и навсегда Да Такие восхищения Наша Те же проклятые для нас минус пять На которые мы устроились еще по ходу первого тайма Сегодняшней встречи Потом было минус четыре Потом нам показалось Что все возможно До минус два И это хорошо Если бы нам не показалось Что все возможно Это было бы совсем Несимпатично Но наша команда Во-первых Показала характер Во-вторых Показала отрезками Неплохую игру Наверное Это больше Защиты касается Ну и собственно Этот положительный багаж Заберет с собой Сборная России К сожалению Не в розыгрыш За медали Или Вероника Никитина Ошибается Там пробежка Совершила Вероника Ну и суетится Даже с заменой Наша команда Суетливо проводит Тайм второй Вероника остается В защите В центре С ней Непривычно Наверное Такую расстановку В центре Видеть Карин Сабирова У нас удаление Минуту еще Потому в пятером Мы защищаемся Ну вот Даже в пятером Можно играть Только другой вопрос Что надо всем игрокам До конца Эти выпады Острые делать Полина Каплина Еще один сейф Записывает на свой счет И остается 50 секунд Сыграть в этой игре 33-28 И 5 мяч Тот рубеж Которому Приговорили нас Сборная Норвегии Ксения Ильвина Продолжает атаку Ольга Фомина Индивидуально Но наверное Индивидуально много Сегодня было моментов От нашей команды Сбирают мяч И это атака Последняя для норвежек Я не понял Честно говоря Что исполняли сейчас арбитры Какое нарушение было Со стороны Ольги Фоминой Она развела руками И вообще не поняла Что случилось Я думаю шаги Они начали считать Я просто сейчас Повтора не было Не могу сказать В центр Оля уходила По-моему на трех шагах И потом еще Несколько шагов себе Наставила Чтобы уйти в край Норвежки уже да Празднуют победу И так от отчаяния С центра бросает мяч Возможно обыграть Возможно обыграть Эту сверхдержаву Мы по-моему на трех шагах